Сегодня в Москве состоялась встреча председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина с делегацией парламента Французской Республики во главе с председателем Ассоциации «Франко-Российский диалог» депутатом Национального Собрания Тири Мариани. По завершении встречи с Сергеем Нарышкиным Тири Мариани ответил на вопросы журналистов. В частности, глава французской делегации сообщил, что заседание Большой Межпарламентской Российско-Французской Комиссии может состояться при условии снятия взаимных санкций. Есть ли шансы созвать до конца года Большую Комиссию? Да, но в том случае, если снинут санкции. Председатель Национальной Ассамблеи Французской Республики отказался принимать участие в заседании Большой Комиссии, потому что один из французских депутатов попал в российский стоп-лист. Однако он забыл уточнить, что до этого момента гораздо больше российских депутатов попали в санкционные списки Европейского Союза. Я поэтому выражаю надежду на то, что парламентский диалог позволит нам довести ситуацию до снятия санкций с обеих сторон. Если мы действительно хотим, чтобы состоялось заседание Большой Комиссии, то это будет основным для этого условием. Он также сообщил журналистам, что французские парламентарии не собираются готовить доклад по результатам своей поездки в Крым. Вторая часть вашего вопроса, будет ли какой-то доклад, ответ нет. Я думаю, что зачастую гораздо лучше, чтобы 10 французских парламентариев, французских средствах массовой информации рассказали своим коллегам о том, что они видели своими глазами, чем доклад, который будет долго пылиться на книжной полке. Отвечая на вопрос журналиста, Мариани заявил о бессмысленности запрета властями Украины въезда на территорию этой страны французских парламентариев, собирающихся посетить Крым. Если министр иностранных дел Украины запретит нам въезд в Украину, это будет частью его полномочий. Если мы накладываем санкции на санкции, то к чему мы придем в конце? Напомним, накануне МИД Украины заявил, что запретит въезд в страну французским парламентариям, направляющимся в Крым, назвав эту поездку безответным шагом проявлением их неуважения к государственному суверенитету Украины.